Сегодня мы с вами приготовим маффины с черникой. Чернику можно будет заменить на любую другую ягоду, ту, которая у вас есть в наличии. Я очень люблю маффины за то, что это несложная выпечка, с которой может справиться даже ребенок. И такие совместные замесы теста с детьми очень объединяют семью. И вы можете не бояться, что здесь что-то испортят. И очень удобно, что маффины можно брать с собой, а деткам очень удобно держать их в руках. Ну что, давайте приступать. В чашу нам нужно сложить сливочное масло комнатной температуры, так чтобы оно было довольно мягкое. Добавляем сахар и будем взбивать миксером. Желательно, конечно, брать высокую емкость, чтобы при взбивании у нас сахар не разлетался во все стороны. Поэтому я установила самую минимальную скорость и стараюсь это делать очень аккуратно. Взбивать будем до тех пор, пока масса не побелеет, не станет немного пышной. Теперь будем вводить по одному яйцам. Ввели одно яйцо и продолжаем взбивать миксером. Нам нужно все хорошенько объединить. Вводим второе яйцо и опять продолжаем замешивать. Дельно нам нужно будет соединить две чашки муки, разрыхлитель и соль. Все хорошенько перемешаем, чтобы разрыхлитель распределился в смеси равномерно и будущие кексы поднимались одинаково. Теперь нам надо будет в три этапа ввести муку. То есть объем муки мы примерно делим на три части, вводим одну треть, затем добавляем половину молока, взбиваем, затем вводим вторую треть муки, продолжаем взбивать. Затем вольем оставшую часть молока. Завершаем замес тестом и тем, что добавим остаток мочной смеси. Нам нужно добиться однородности, чтобы не было никаких комочков муки и все объединилось равномерно. Когда тесто мы замесили, добавляем чернику. Если черники нет, вы можете взять любую другую сезонную ягоду, которую будет удобно вводить в тесто. Сильно не перемешиваем, чтобы ягодки не лопнули и не дали лишнего сока и наше тесто не окрасилось в фиолетовый цвет. Теперь перекладываем в формы для мафи. У меня форма с антипригарным покрытием, поэтому я не вкладываю никакие бумажные или силиконовые формочки. Также можно сделать французскую рубашку. Для этого вам нужно холодным сливочным маслом будет смазать форму и затем немножко присыпать ее мукой. Излишки муки стряхнуть. Так ваши будущие мафины тоже не будут прилипать. Но, как видите, у меня не возникло никаких проблем и мафины прекрасно достаются из формы. Выпекать будем на 180 градусов, примерно где-то 30 минут у меня ушло. Смотрите по готовности. Мафины должны увеличиться сильно в размере и у них появится красивая шапочка. Видите, как легко они у меня извлекаются из формы. Если у вас какая-то другая форма, возможно, вам потребуются бумажные чашечки. Их можно купить в магазине. Если у вас их нет в наличии, можете нарезать пергамент на квадратики и выложить в форму. Затем уже внутрь вкладывать тесто. Посмотрите, какие они чудесные внутри. Они еще очень горячие, поэтому я разрываю аккуратно. Они потрясающе нежные, воздушные и очень красивого цвета. А как они пахнут! Такие мафины улетают буквально за 5 минут. Хорошо, что их довольно быстро готовить. Мои детки очень любят мафины и в них можно добавлять совсем маленькое количество сахара. Можете заменить легко сахар ягодами или размять туда банан. Банан добавит натуральной сладости. Готовьте, делитесь вашими результатами, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok